Релиз подготовлен группой Грин Ти. Всем привет, меня зовут Кит. Меня зовут Сон Амин. Хорошо, мы расскажем вам историю про очень особенное слово в корейской культуре. Его название... Эгё. Я не очень хороша в этом. Да, это я и хотел сказать. Для начала объясним, что такое эгё. Это значит быть милым для того, чтобы получить что хочешь. Да, это означает... К примеру, когда вы хотите что-то от вашего парня или хотите получить подарок от родителей, вы используете эгё. Как ты сказала? Эгё-буреда. Хорошо, значит эгё-буреда. Например, если вы хотите подарок или хорошие оценки от вашего учителя. Да. Если вы хотите немного денег. В общем, всё, что вы хотите. Вы используете для этого эгё. Как мы говорили, эгё означает быть милым ради получения того, что хочешь. И оно идеально. С эгё можно столько выпросить. А сейчас давай покажем пример. Предположим, ты хочешь, чтобы твой парень купил тебе что-то. Милый, купи мне это. Это и правда слишком уж. А сейчас... Попроси то, что действительно хочешь, используя эгё-буреда. Милый, купи мне это. А вы бы так смогли? Хорошо, и это было и вправду мило. Вы говорите не просто «милый», и даже не так «милый», а вот так, с улыбкой. Милый. На растяжку. И не говорите «купи мне это», а говорите «купи мне это». Покачиваетесь. Нужно покачиваться? Покачиваетесь, дожидаясь ответа вашего парня. Покачиваетесь. И даже если вы не дождались ответа, продолжайте вести себя так. Пока он не купит. Мы объяснили, что такое эгё, и как его использовать. Эгё очень могущественно, друзья мои. Да, это великая сила. Хорошо, спасибо всем, что смотрите seolistik.com, оставляйте свои комментарии, пожелания насчёт жизни в Корее, работы в Корее, и да, на этом всё. Ты можешь сказать «остановить», используя эгё? Остановите. Это работает. Приветик. Точно работает. Приветик. Пока-пока. Озвучено специально для Грин Ти ТВ.